Ну вот, приехал Рома Ярмашвили за своим грифом. Сейчас, если у него время будет отвечать на вопросы, я его накормлю обедом, ну, если захочет. Привет! Привет! Что ж вы деревья-то ломать сразу? Нет, ничего, все ломать! Конечно, блогер же, ну, привет! Как она? Нормально. Так, у вас что по времени? Ну, так, немного, немало, так, ничего, ну, немножечко. Пошли, чайку, супчику. Раскулачивает Рому на еду. Где женя, милка? Угу, да, 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 будет папина кровь больше. Вкусно, ты доволен. Вкусно, вкусно, вкусно. Все. Главный друг свеклы дал. Не, ну да. Ну вот, это про Норклассик в Австралии. Вот, и там такие правила, что вот с Ромкой, там сегодня выложу видео, это... Что долго она у тебя лежала? Ну, руки не доходили, очень много работы. И, соответственно, там такие правила, что вот с Ромой, мы походили, поснимали минут пять, да, и нас подошел такой бородатый жирный чувак огромный, нас начал выгонять оттуда и спросил сначала, говорит, вы такие там, да, вы сегодня выступаете? Нет. Ну, будьте добры, выйти отсюда, потому что сейчас выступают только те атлеты, которые, ну, сейчас вот будут выступать, в разминке находятся, чтобы друг другу не мешать, там, поймите правильно. Ну и все-все окей-окей, пошли снимать там дальше. Вот такое вот отношение прикольное. И причем, когда вот Рома Косячник, блин, третий подход мне забыл, я ему говорил, там, иди посмотри, следи там за выходом, и ребята причем ждали долго, минут пять, наверное, где-то прошло, там, ну, в итоге где-то. Ну, Рома просто английский не знает, он сначала по-белорусски, потом по-грузински пытался. У нас, Рома, там в такой кураж вошли на выступление, потому что там и Шварц подошел, и все вот это вот как-то, и там, и публика просто гигантская, все поддерживают, то есть, вообще, круто было. Ну, поддержка там тоже. Да, и они подошли, и прям вежливо говоря, там, вас сейчас там вызвали, выходите, и я побежал, сломя голову туда, причем я залетаю, начинают быстро заматывать, они такие, ржут такие, не надо, не надо, типа, спокойно замотайся, выйди, лякайся. Они включили сирену, потому что там уже был, ну, срыв, типа, третьего национального рекорда в стране, и они там сирену включили. Да, они включают на весь этот самый, там, очень круто, конечно, прям. А когда Арнольд подходил, они вырубали трек, там, терминатор, там, дежатор, там, дежатор, там, дежатор был крутой, ну, блин, круто. Как мы его упустили, да. Мы такие, Арнольд, короче, подходит. Слышь, слушаем, да, там шумиха такая огромная. Мы такие, мы туда фоткаться, потом, блин, мы ему подарки хотели сделать, Артурчик книгу еще хотел подписать. Картошку привезли. Да, ну да. Я пока за этими, с картошкой, блин, он уже все уже. Что, реально картошка? Да. Как бы, извини меня, наш президент бы не простил, да. Рекламу нужно делать везде, да. Если бы, блин, ну, очень прикольно. Они сейчас зовут на турниры Big Dogs. Он, да, Марко спросил, говорит, притащи как можно больше русских. Они очень любят русских. Я Ване, Ване написал, подрезал. Ну, видишь, все-таки, если такой ресурс надо привлечь, я не знаю. Когда у него начинается турнир. Биг Дог? Да. В октябре, по-моему. Надо посмотреть, в октябре там 20-х числа. Октябрь, октябрь, октябрь. Как раз. У меня получится после Праги три недели. Ну, вот ты как раз съезди на... Я к Канжи поеду в Польшу. Ты съездишь на Big Dogs, потом в Штаты улетишь. А я как раз, как раз я на март месяц на Австрали буду готовиться. Да. Потому что они нам дали приглашение, пожизненное, как сказали. Говорят, когда угодно, что угодно. Двери открыты, да. Говорят, прям приезжайте, типа, классно. Ну, то, что... Смотри, сейчас он за тебя поест еще. Ха-ха-ха-ха. Теперь ты в ход. Расклетаешь. Вот. И, соответственно, интересно. Турнея. Кстати, по поводу... По поводу... По поводу выступаешь. Вот у меня тут в черной жемчужине. Я-то примерно понимаю, в чем вопрос. Почему так мало пожал? Угу. И... Что ты думаешь о своем проигрыше? Если это для тебя проигрыш? Нет. Я не считаю проигрышем. Ну, смотри. У меня подготовка только где-то там месяц. Я только-только вот сейчас выхожу на это самое к пику. К пику я дойду где-то через месяца два. После длительного перерыва. Я же вообще три месяца не тренировался. Потом где-то два месяца просто были легкие тренировки. И я тебе скажу, что тяжело. Ну, после вот именно отдыха полностью. Поэтому я до этого, до черной жемчужины, за недели-две выступал еще... Тоже на Украине турнир был у Вадима Кацаги? Я там 195 пожал. 200, блин, тяжелое было, не выжил. И спустя три недели увеличил результат на 12 килограмм. Ну, ты знаешь, что... Если бы ты пожал там, там видно было. Ну, я уже все. Я вот как-то видел, что борьбы нету. Потому что, чтобы мне догнать вот этого 40 килограмм, который парень весит, мне нужно положать 228 килограмм. А вот в связи с этим второй вопрос. То есть здесь понятно. То есть у тебя только подготовка началась. Значит, у нас где-то последние месяца четыре, ну, по крайней мере, я был вовлечен в такую дискуссию по поводу того, справедливы или несправедливы вообще коэффициенты. Считаешь ли, что коэффициенты несправедливы или справедливы? И такой вопрос. Чем можно заменить для того, чтобы сравнивать, ну, скажем так, силу и качество спортсменов? Потому что, допустим, у Мурада Алибегова мнение такое, что результат минус собственный вес. И вот какая разница получилась, то ты чемпион. Папа, подожди, надо посчитать. Я Мурада очень люблю. Это сразу становится невыгодным, кто много весит и кто мало весит. Понимаешь? Тут все коэффициенты по-разному. Я даже не знаю, что по этому поводу сказать. Ну, я как раз не согласился именно из-за легковесов. Потому что легковес, ну, природный легковес, не тот, который гоняет, да? А природный легковес, то есть тот, который маленький сам все человек, ну, грубо. Вот если этот паренек там с весом 46-44 килограмма пожал там 100, сколько он? 125. 125 отнимаем, да? Получается там, ну, грубо 80, да, там условно. Вот. А берем человека весом 110, прибавляем 80, 190. Это не результат. Да, на сотку меньше. Он не может... Вот просто этот на уровне all-time-ов, ну, это космос. А тут... Ну, что такое 190? 190 я пожму. Когда считали коэффициенты, ну, делали их, придумывали, скажем так, тогда просто не было таких результатов. Взять даже категорию нашу 75 килограмм, ну, со всей планеты собрать людей, ну, человек 10, наверное, найдется, которые жмут выше 200. Ну, это 10 на всей планете, понимаете? За всю историю причем. За всю историю, да. Поэтому просто спортсмены начали хорошо прогрессировать, как маленькие категории, так и огромные. Поэтому тут что-то менять, может, можно было бы, потому что, согласен, 100 килограмм, да, Вадим жмет. Вот он в сотке и жмет 270, ну, реально космический результат, но по коэффициенту он не может, допустим, обойти меня, да, и там еще кого-нибудь. Но вот тут, да, есть несправедливость, хотя он жмет all-time record. Тут вот что-то можно, я не знаю. Ну, вот знаешь, у меня было такое предложение, мы его пообсуждали, но оно так это загнулось. Смотри, выбираются 30-35 лучших результатов за всю историю, из них выхидываются те, которые, ну, можно назвать статистическое погрешение или недостоверными. То есть, допустим, сейчас у некоторых есть сомнения по поводу тяги, там, Магнуса на 460, потому что, потому что, там, допустим, тот же Брэндон Касс говорил, что там были фейк плейт, и что он сам поднял на 30 килограмм больше своего лучшего результата. И, собственно, потом по результатам мы видим, что он там на Clash of Titans потянул практически 400, да, а потом он выше 380 никогда в истории больше не прыгнул, как бы он не старался. То есть, вот, возможно. И, или там, вот, допустим, жимы Рика Вейла, да, или, там, Ларри Данахера, хотя по Вейлу Коэн подтверждает, что да, он действительно столько жал, и это действительно вот было так. Нет, и потом, смотри, вот просто идея в чем, то есть, берем вот эти 30-35 лучших результатов, высчитываем какую-то среднюю величину, да, и говорим, что вот эта величина – это стандарт. И, когда спортсмены жмут, идет отношение поднятого результата к этому стандарту, получается какая-то цифра. У кого эта разница выше, тот и круче. Не пробовал примерно... Я просчитывал. Нет, просто там, понимаешь, что интересно получается, что эта таблица, она будет прогрессирующая. То есть, ты, пожалуй, там, 270 против... И это твой результат туда прибавляется, и она растет, растет. Это еще и заставляет спортсменов постоянно двигаться вверх. Ну, это интересно. Вот, вот, по-моему, это было бы, по крайней мере, справедливо, это показывало бы твое место в истории, скажем так. Это прикольно. Вот это интересно. Не, ну... А по поводу еще коэффициентов, да, вот то, что легковесы. Возьмем Тройбори и тот же Вилкс. Где легковесы? Полные? Ну, нифига, смотря какие легковесы. Здесь, я, знаешь, как говорю, что вот... Относительно выигрышные коэффициенты получаются у мухачей и у супертяжей. Это очевидно. А начиная с веса, не с весовой категории, а с веса, примерно 68-69 килограмм, и до 123 там просто жопень. Потому что вот средневесовые, они вообще находятся в невыгодном. То есть, человек, ну, грубо, я вот на примере Андрюхи, да, мало ничего, не в обиду, он на US Open, на этот, я его уговаривал, что лететь там с травмой, не с травмой. Он бы поднял свою тонну 140, и Юре, чтобы его накрывать, надо было поднимать тонну. Разница в весе 60 килограмм, понимаешь? Вот это вопрос справедливости, я это принимаю, но сейчас есть такие правила, есть такие коэффициенты. Вот я, Коля, к этому сказавляю, что есть правила и ничего не сделаешь. Парень выиграл 40 килограмм в весе, 125, пожалуй, ну, он по коэффициенту выиграл, выиграл по всем правилам, тут ничего не скажешь. Единственное, что не согласен, не согласен, то, что должны, я считаю, что ребята, без каких-то отклонений, да, от норм, то есть, есть, короче, человек, который рожден норм, ну, как бы не в обиду, ребятам сказано, вот, то есть, здоровые, так, я, Рома, там, а есть там лилипуты, карлики, то есть, с особенностями, да, я считаю, что это уже особенность определенная, ну, как инвалиды считаются. Это мое чисто мнение, и сводить со спортсменами здоровыми, из таких КТБ, ну, это не совсем правильно. Ну, я вот считаю, здесь немножко не так, то есть, да, это одно из справедливых замечаний, но с точки зрения, в принципе, участия, он выполняет все правила, да, ноги у него стоят, руки у него работают, все, жопу не отрывает, окей, и неважно, там, кто ты, стонашек или шик, или кто-то. Ну, по большому счету, с точки зрения спорта, то есть, мы можем на уровне эмоций как-то это воспринимать, что там нет, там, вот у него там ручки короткие, грудь бочковидная, вот он там так лежит, так жмет. Ну, по большому счету, это, знаешь, получается, вот представь, у человека коротенькая рука, а при этом сечение руки, да, в диаметре, она довольно большая, то есть, если относительно длины плеча, допустим, считать, и относительно длины приплеч. Конечно, у него на такое сечение, у него удельная мощность, грубо говоря, другая, и будет он жать против, ну, назовем здорового человека. Ну, против стандартного. Ну, да, больше, стандартного, правда. Стандартного, да. Тут еще можно сравнить, вот, ребят, да, которые маленького роста, очень маленького, ну, там, лилипуты, либо карлики, да, которые, где, выполняют, там, элементы жима, да, это можно сравнить, допустим, из-за этого выйти в мысль, вот, ребята, которые сильно мастят, то есть, там, ход штанги 3 сантиметра всего. То есть, ты против мостов? Ну, как бы, огромнейших, таких некрасивых, ужасных. Я, конечно, рад людям, которые... Это некрасиво же, я не считаю, что живым красивым. Я ничего против не имею, но это, как бы, это, как бы... Все по правилам, все, как бы... Ну, плечи, понимаешь, он плечами этот вес должен удержать. Я понимаю. Это надо натренировать. И представь, что связку тренировать сложнее, чем мышцы. В целом-то. Это мастерство гибкости, и, блин, как бы, это все очень. Это надо выступать в АПФ, там, где нет шоу, там, где все прямо так. Ровненько так прямо, вот. Ну, как бы, хотелось бы, чтобы все были в одинаковых условиях, как бы. Вот мне и Роме, и Буратино, мы не можем. Мы не супер гибкие, поэтому... Как бы... В принципе, правилами не запрещено, но хотелось бы, чтобы... Ну, хочешь гнить, не хочешь, не гнить. Вот, здесь позиция-то такая. Здесь, говорю, здесь вкусовщина получается. Хочу-не хочу, буду-не буду. Ну, все, самому, по правилам. Нравится-не нравится. Ой, мы уже в штанах. Ну, тоже, как ни крути, ты из своих веса парень пожал, поэтому, блин... Ну, да. Это ж надо еще доубежать. Так, все, по поводу взаимодействия с другими федерациями. Какое-то время назад у вас в Беларуси было заявлено, вы заявили о том, что достигли некого соглашения, что, возможно, в перспективе могут быть совместные турниры, какие-то совместные проекты и так далее. Сейчас как ситуация обстоит, с учетом того, что... Ну, вот сейчас прям идет чемпионат мира, то есть у них там подъем такой, я думаю, эмоциональный по этому поводу. Как думаешь, что у вас будет? Просто на данный момент в Беларуси немножечко руководство поменялось. Да, люди из IPF предлагают провести совместный турнир. Я двумя руками за. С большим удовольствием я соглашусь. Вот они на данный момент обсуждают, как это можно сделать, как этот турнир обозвать, как это вообще... Просто не хочется делать борьба в федерации, то есть борьба IPF против борьбы в РПФ. Я хотел бы, чтобы просто спортсмены Рады Федерации между собой могли поконфлировать. То есть, ну, вообще, я за. Я за то, чтобы можно было провести такой совместный турнир. Ну, то есть, сейчас это в разработке, и, возможно, что-то мы увидим. Если не в этом году, то в следующем, да? Да, именно так. Интересно. Ну, будет интересно увидеть, какой будет формат, и самое главное, будет ли отклик на эту тему потом в России и в Украине. Ну, сейчас ждем, пройдет чемпионат мира, и там в течение, там, пару недель будем поднимать эту тему. Посмотрим. Отлично. Ну, держи в курсе на этот вопрос. Так, теперь у меня вот еще какой момент. Я знаю, что у вас сейчас в Беларусь заходят, скажем так, другие направления силовые, связанные так или иначе с пауэрлифтингом, то есть, русский жим и так далее, и так далее. Вот тут вы участвуете как-то с этими людьми, вы работаете, проводите совместно какие-то мероприятия? Да, вот даже сейчас будет чемпионат имени Вербицкого, есть у нас такой ветеран, он десятка. Легендарный. Пять лет, огромнейшая тяга по 300 килограмм. В честь его, ну, день его день рождения мы в прошлом проверили году турнир, и в этом уже году будем его проводить еще раз. То есть, уже регулярное мероприятие? В прошлом году... Выступать кто может? Кто угодно. То есть, могут желающие приехать из России? Да, из России ребята уже приедут. Отлично. Приглашение они получили. Ага. Значит, суть турнира. То есть, там будет у нас не все весовые категории, мы будем делать при весовой категории. Не будет возрастных категории, потому что не так много людей приедет. Но постараемся сделать на... Потому что ветераны некоторые молодым дают фору. Да, да, да. Кстати, в частности, тут в честь кого турнир организуется. В прошлом году было только по становой тяге, в этом году мы сделаем становую тягу, жим, русский жим, ну, еще, может, какие-то попробуем движения сделать. Просто у нас еще нету большого опыта, нету судей, нету людей, которые могут хорошо это все провести. И мы по чуть-чуть, по чуть-чуть, маленькими шагами попытаемся это сделать. То есть, будем развивать несколько направлений. Потому что в Беларуси у нас этим практически никто не занимается. То есть, нет турниров. А спрос есть. Да, а спрос есть. И причем такой неплохой. Ну, вот и спрос даже, он заметен, потому что, допустим, достаточно большая масса белорусских спортсменов сейчас ездит в Москву выступать. Да, да. Причем выступают везде, у всех практически. То есть, причем так... Вот, кстати, вопрос. Почему так Витязь востребован? Комфортно? Дружелюбно? Да. Я думаю, что именно так. То есть, там еще достойный уровень, где ребята могут поконкурировать. Потому что, если взять разные федерации, то, в принципе, их можно поставить по уровню спортсменов. То есть, где-то спортсмены выступают с одними результатами, в другой федерации уже больше результатов. И так постепенно выше, выше, выше. На данный момент, я считаю, что в РПФ там выступают самые сильные. Номер 1. Да. То есть, если выиграл чемпионат мира в РПФ, то можно сказать, что на планете ты... Ну, имеется в виду про. Да. И про, и даже и не про. То есть, любители тоже. Потому что результаты там достаточно высокие. Ну да, Ваня тут возмущался по этому поводу. Ха-ха-ха. Вот. Поэтому... Нет, то, что парень из любителей ворвался в тройку. А, что-то слышал. Я слышал, слышал. На самом деле, это же было сразу в правилах прописано. Нет, я тоже... Может, возмущение... Может, нужно показывать просто в таблице, чтобы было видно, какой результат может... Ну, тут я не знаю, но в предыдущих турнирах в таблице результат стоял. Да, был. То есть, ну, я считаю, что это нормально. То есть, люди делают перезачет, и он сделал этот результат, он поднял его. То, что на караже он говорит, там можно... Согласен, можно немножко напугать, и он может показать хуже результат. Но никто же не мешает выступить вместе с ним, и чтобы перенести этот результат на следующий день. То есть, тут спорно так. Так, давайте тогда вы мне вот что расскажите. Мы сейчас уже обсуждали, какой у вас большой совместный проект есть, что это такое, давайте о нем расскажем. Потом я ссылки снизу под этим видео воткну везде, где смогу его разместить. Ну, я вот одно видео в отпуске записывал, называется «Знакомство с командой EJBIS». У нас коммерческий проект, интернет-магазин. Там еще много битвеев у него идет, щупальцы, так скажем. На рынке очень давно. И мы набрали спортсменов очень высокого уровня, с разных видов спорта. Миша Шевляков, то, что я рассказывал там, косая Дима, бодибилдер классический, мы в него поверили, вот такой парень. Была у нас Юлия Медведева, но она травмировалась и поехала в Америку, в Штаты. Ну, зато сейчас достойно выступила на «Джемчужине». Да, как она выглядит. То есть, там спортсмен, фанатик, там такой конкретный. Очень крутая женщина. У нее за последнее время очень много турниров, поэтому, блин, как она это выдерживает. Причем она стремится очень красиво выглядеть, при этом быть самой-самой сильной. И при этом она не забывает оставаться женщиной. То есть, розовые все-таки, ну, когда она... Кобойски жми. Да, как все как положено, да. Вот, и как бы утром она ездила на турнир с «Жемчужиной». Вот, что там с ней? Второе место на зоне, он грудной. У нее была проблема с грудной, поэтому она не могла... Мне кажется, она то, что слишком сухая. Ну, на самом деле, результат-то она показала. Один из лучших в истории своей. Ну, и вот, идея у нас самого проекта, как бы объединить таких сильных атлетов с разных видов спорта, и шевляков там. Наш же «Стронгмэм», русский богатырь. Вот. И, соответственно, в этой команде мы сами находимся в Сроме. Это все с нас началось. Вот. И мы, соответственно, спонсируем, помогаем ребятам готовиться. Мы работаем и со Штатами, и с Европой. То есть, мы сейчас хотим по всему континенту разойтись, продавать эксклюзивную продукцию на все желания, потому что, ну, кому что надо, да? Пептиды, спортивное питание, гормоны там. И самое главное в этом своем качестве. То есть... Мы отвечаем за это, да. То есть мы ничего не фейковые, у нас все положено. Если что, придут кроме Еремашвили, он идет в категорию 57. 57? 57, это... Это не знаю. И, соответственно, наш же проект, вот, Гриф, который вот приехал в Техас, то есть для Беларуси, вот сейчас Рома просил. Вот, мы сделали такой подарок. Ежебис, спасибо большое. Да. И, соответственно, Ежебис же нам помогал... Поездка в Австралию. Мы там не только в ДВАЕС, там еще команда, да. Вся Площина. Кстати, будут эксклюзивные видео с Австралией, которые еще мало кто видел. А мы видели. Да, мы просто извиняемся, что, как бы, не выкладывай, у меня просто рук не хватает, это все монтировать. Материалов очень много, и со Шварцем там знакомство, и показать внутреннюю политику соревнований, какое там оборудование, просто рассказать, показать, что там. Там было более 50 видов спорта. Там просто, ну, это лаское количество зрителей, особенно тот драйв в энергетику, который поймал Рома. Причем Рома не планировал выступать, потому что туда не приехали, много американцев и индусы не приехали. Что-то там у них не получилось. И для массовки, как бы, Рому попросили, как легенду, выступить. Как бы, Рома изначально поехал со мной меня поддержать, потому что я Рому попросил, мой тренер не смог поехать, потому что он был в отпуске. Вот. И, соответственно, Ромка согласился любезно, как мой друг и товарищ, меня вывезти. И, соответственно, параллельно сам начал выходить. Ну, и причем, как бы, все было по-честному. Взвешивание за два часа до турнира, все было жестко, мы не успели адаптироваться. Я еще и сгорел. С Ромой пошли на этот, на пляж за сутки. Сгорел нахрен. Вот. Все жгло. Но ты все не рассказываешь, давай покажем лучше, да? Что намного интересного. Да, мы покажем. Мы как бы пришли, взвесились, и через час нас загнали сразу в разминку. Ощущения такие были, знаете, когда вы прилетаете на другой континент. Для меня это был первый опыт, такой дальний полет, в 15 тысяч километров. Ты ложишься на скамейку, и у тебя начинается вертолет в голове. Ты просто, у тебя вот потолок кружится. И грифы просто начинают гулять. Мы собрались, я даже веса сбросил. Я вообще планировал пройтись, даже сейчас скажу сколько, 205, 202, 205, 210, 215, и может быть на 217. Это при хорошем раскладе. У тебя адаптация как-то неправильно произошла. Да, я как говорил. Он ел, должен был набирать вес, а он худел. И я горел прям, очень сильно горел, причем я начал... А за сколько дней вы приехали? За три дня. За три сутки, потому что турнир обошелся, я сейчас даже скажу цифры, почти полмиллиона, вот на двоих, то есть там спонсорство, да, было. Это жутко огромные деньги, и соответственно, мы себе не могли, все было впритык, мы не могли себе позволить намного больше там находиться. Еще с визой был такой геморрой, что нам визу дали прям вот перед отлетом за три дня. Хорошо, что в консульство позвонил. Да, Артур начал, как бы я начал уже трястись, позвонил в Лондон, в Лондоне находится виза, это Юнда, да, и как бы с ними претензии начал говорить, они говорят, вот до трех месяцев там визу, вот такое три месяца, уже больше месяца прошло. Виза стоит, ребят, двадцать тысяч, виза одна, только чтобы вы понимали, какие деньги там. Перелет вообще космический, жилье там вообще за облачных денег, вот. Короче, без партнеров. Да, ну Австралия, это очень крутая страна, люди очень улыбчивые, организатор вообще Маркос крутой, то есть нам и футболочки подарили, с нас не брали вступительные взносы. Пожизненное приглашение. Да, пожизненное приглашение получили, просила сделать шоу, и как бы у нас сейчас, когда начинается уже в федерациях озвучивание, кто спортсмен, да, но это будет приятно, если ты там какие-то заслуги у тебя есть, имя, статус, тебя озвучивают, когда ты выходишь, это очень приятно. А некоторые просто говорят, выходит там, Вася Пупкин там, все, заказали, а там этот Вася Пупкин, какой-нибудь ултаймер, его не озвучивают, ну это обидно. А там прям говорили, откуда ты, что ты очень там сильный атлет, давайте поддержим. И то есть полная-полная поддержка, и никого не гнали, не было времени вообще, то есть судейство было очень жесткое, в плане, что сгонялись по мосту, там на видео все это видно, и центральный судья, он так долго команда давал, он отпускание, то есть первый раз, когда лежал, я думаю, что я оглох реально, я по сторонам даже начал смотреть. Но битва чемпионов, я скажу все равно, там получше. Битва чемпионов уровень выше, там тоже очень хорошо объявляли, ведущий, не помнишь, кто-то ли был ведущим, я просто на битве чемпионов. Вася. Очень красиво вел. Не, ну Вася профит. У Бориса Ивановича самое, самое четкое судейство, поэтому. Насчет Бориса Ивановича, сейчас вот был, ну подтверждает, что он классный дядька, наш буру, литийный, патриарх всея пауэрлифтинга России. В общем, на ВРПФ провод, на, в секстане, да, я должен был тоже второй день выступить, видел тоже предложил. Ну, я, как бы, понимаю, что, ну там, не поражался на максимум, на Европе. Ну, в общем, я побоялся травмироваться, вот, я решил, как бы, ребятам просто помочь, поснимать видеоматериал. В общем, Дэн Грин, очень крутой лифтер, представление не нуждается. Соответственно, когда он начал выходить, у нас Дэн, очень сильно работает ногами, у них техника, у американцев все такая прям, толкать, толкать. Ну, они на самом деле считают, что это русская техника, что, они называют, лэк драйв, они говорят, что это русские придумали. Дэн Грин, да, 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 там снимается нагрузка, широчайший, вот, Дэн неплохо так спрогрессировал, спрогрессировал по жиму, но я его там пытался, скорректировать по весам, то есть, я его ругал, говорю, давай не будешь скакать такими шагами, давай по чуть-чуть будем идти, нет, 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 и он, короче, катался на этой скамейке, постоянно вставал, стоял, там даже есть видео, там видно, как он стоял с моим на скамейку, проглатывал и шел дальше, я его спрашивал, там все нормально, ну и короче, на третий подход он, как бы, говорит, типа, я его спрашиваю, что у тебя скользко, я то есть вижу, что он на ней катается, он такой, нет, отходит, проходит минуту, стоит с женой своей, говорит, типа, вот скользкая скамейка, я ему подхожу, говорю, так скользко или нет, ты скажи нам, что ты стесняешься, ну и Кирилл, как бы, периодически заходил, где ребята все, мы находились, за сценой, там, как это называется, разминочная была, ну понятно, в гараже, ну да, там, чтобы было тепло и жарко, там эти огоньки эти горели, вот, ну и он сказал, Кириллу сказали, сразу организовали, поставили блины, что меня удивило, когда с Дэном выходил снова, я выходил, выводил трех атлетов, с Дэном выходили, я подошел к Шейко, и говорю, что можно еще по 25 поставить, чтобы 50-50 было, объяснил, почему, что, говорю, Дэн работает ногами, Борис Иванович, конечно, понял, говорит тогда, окей, сейчас укладываем, ты, говорит, я буду здесь ногой держать, ты вот здесь вставай, мне разрешили, даже на помосте постоять, чтобы он не уехал, но еще с учетом его травмы, да, это показывается уровень и отношение к спортсменам, то есть все можно просить, а в других организациях, я думаю, послали бы куда подальше, на самом деле, это еще и говорит о том, что все-таки, что-то с ковриком надо делать, вот эти лейковские коврики, сука, скользкие, скользкие, да, у нас так же было, мы в Архангельске тогда на Жиме, ребята это, мочили кока-колой, но видишь, он просто со временем, он видать, подтирает, там резина, и офигенно нога прилетает, но некрасивенько, красивенько, красивенько, но на один раз, мы вот в Австралии, после одних соревнований можно выкинуть, но это надо, который с резиной, да, ну реально, да, у меня первый подход, помнишь, когда многие разъехались в Австралии, мне еще было два к одному, поставили, потому что нога поехала, там очень скользко было, там магнезии много, я встал, им говорю, что скользко, можно помочить, они говорят, нет, мочить не будем, мы подметем, да, я пошел, одел пумовские кроссовки своих, которых пришел туда, вот, у них такая подошва, не знаю, ну не скользко было, нормально, и как бы они все подметали, вытирали, ну на самом деле, кроссовки, кроссовки, вот я тоже, у меня есть спортсмены, кого консультирую, я говорю, чтобы на жим одевали кроссовки, ни кеды, ни чешки, ничего, а кроссовки, не знаю почему, ну все равно, кока-колу мы всегда держим под рукой, да, это лучше, когда прилипаешь, да, с ногами, даже если магнезия, то как бы делать, я, кстати, вот тогда первый раз увидел, что кока-кола, да, я вас много чему научил, регидрону, кока-коле, регидроны, и регидроны постоянно, да, это должно быть, сделать про это, да, что многие не знают, как правильно, знаешь как, у меня выбора особо-то не было, мне надо было искать любые вещи, которые мне помогут поднять больше, какой только я херни не попробовал, чтобы и ноги прилипали, и регидрон, чтобы жопа не сводила, нажили, вот, ну, пользуются люди отлично, хорошо, на самом деле, в советские времена, ведь это все, оно в учебниках прописано было, у меня у родителей куча учебников, поэтому я их читал, поколение, советское, проблема сейчас нынешнего поколения в том, что никто не читает старую литературу, все пользуются информацией с интернетом, из видео, читать в лом, ну, вот мы сейчас видео записываем, как раз, наше видео нормальное, да, ладно, короче, видео с Арнольда ждем, будет интересно, я думаю, вот, ну, если какие-то еще будут, очень много есть видео на границе с Польшей, но нас когда не пускали, мы тоже там эти смешные моменты покажем, а ты рассказал, что ты женат, так сказать, а я? нет, рома, рома, все знают, что я жена, нет, ну, ты сказал, что там, у тебя же, по-моему, жена гражданка Польши, нет разума? она белорусская, но у нее вид на жизнь, пока ты его на плаву, не будет залезать, ребята с битвы позже, когда, ну, перестанет, и все, вот, и все, и никто не спрашивает, не слышит ничего, не, почему, американцы, кстати, спрашивают, по поводу того, где, где, куда пропал, вернется ли, здрасте, здрасте, да, этого, Андрея Беляева, постоянно, просят вернуть, ну, Андрюха, это, это легенда, ну, Костик, в общем, как бы, я думаю, что не до конца раскрылся, но, видишь, объем травм, все-таки, пересилил, ну, я считаю, может быть, правильно сделал, что остановился, потому что, здоровье важнее, да, вот это, кстати, машина, она говорит о хозяине, видите, какая большая машина, такой небольшой Рома, складывай заднее, что-то, не, если коробку снять, то можно вот так, вот прям, фига, она у тебя плюшевая, а, то есть, вот так прям, да, ну-ка, тут самая лучшая машина, для перевозки, длинномерных грифов, длиной, 2,40, вот, красава, я думал, как ты его повезешь, ну-ка, 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 охренеть, вот это, слушай, тебе тут можно, передвижной зал просто, так, я тут уже половину оборудования на соревнованиях, все, можно эти, монолифты, а как мы ехали с Польши, битком забиты, телеками, такими протеинами, телевизором, что-то 4 было, наверное, да, а что у вас в Беларуси телеки не продают? нет, так на соревнованиях, там, будет тоже в РП, уже есть и в Польше, ну, я знаю, да, Анджей Кацилла, он президент федерации там, его сейчас будет делать, ноябрь, да, сентябрь, сентябрь, 5, 4, 5 ноября, по-моему, будет у него там турнир, в каждой категории будут телевизоры, будут золотые изделия какие-то, потому что у них там добыча золота, очень много спонсоров, спортивное питание, поэтому, посмотрите в заметке в фейсбуке, Артурчик мост выкинет, или я себе выкину, по подаркам, это лучше, ну, давайте, выкладывайте подготовку свою, что, это же все интересно, тем более, как бы, канал есть, что, пока еще у меня не интересно, вот, Артурчик сейчас прикольно ведет, форма хорошая, я вот сейчас чуть-чуть разгонюсь, тоже там, Рома мне по секрету, просто дал время, полгода, чтобы я нагнал его, чуть-чуть, ну, ты его по весу уже перегнал, тебе уже надо, тебе уже надо думать, как бы, как бы, это, скинуть, чтобы к сапожонку уместиться, а то, не знаю, а то ты там еще немного и к Ваде уйдешь, как у тебя в категории, я думаю, вообще, я в шоке, будто, заходил, а что за, катился, у вас рост примерно одинаковый, кстати, ну, да, Вадя просто в плечах шип пошире, раза в полтора, ты сейчас последнего видео фотографии видел, ну, он там большой, что-то, блин, там сотка не пахнет, ни хрена, там такая машина здоровая, я дохл, блин, больше 75, просто слышу, Ром, все по-разному отдыхают, одни худеют, другие набирают, что-то у меня, да, у меня что-то, как-то не в ту сторону ушло, совсем не в ту, у нас, конечно, прикол, да, с этими взвешиями, Коль, еще раз, большое спасибо, большое пожалуйста, покупай еще, занимался этой всей фигней, блин, покупай еще, мне надо, чтобы вам было надо, на самом деле, Техас единственный в Белоруссии будет у нас, поэтому, это, на самом деле, надо будет посмотреть, что у него с насечкой, потому что, может быть, его даже кому-то отдать на растерзание, чтобы они у него, нет, затирать наждачкой, я считаю, что это извращенство, а вот, руками, чтобы его почухали, зачухали, да, капец, капец, ну он может, ну что, а лучше он будет резать тебе, нет, ну а смотри, не, на самом деле, сильнее всего режет Леока, я видел, как Костя их забивает, ну, это помогает, нет, да, то есть, он очень аккуратненько, он сделает так, что он вообще хороший в руках становится, насечки чувствуются, но они именно не срывают, а именно, там форма, форма ромбика этого влияет, вот на крейнах, на грифах, там на каждом ромбике, в середке такая еще точечка, чтобы вот эту вот пипку верхнюю, вершину, вершины нет, короче, да, там другая накатка, но, не знаю, говорят, что она абсолютно не срезает вообще ничего, мол, что не такое жесткое, но, как бы, в Европе эти грифы, их нет ни у кого, вот таких? Нет, этих крейнов, а эти-то есть, вон их везут, нормально много, да, есть, только прикольно, не везде, будешь тянуть, но я бы попробовал, конечно, в троеборе, сейчас в майорский зал привезли, такой, Texas, все его, активно пытаются использовать, и PF спортсмены, и те, кто даже уже тягу, не делал, потому что спина болит, даже у них руки зачесались, и даже они тягу стали делать, а с какими он начинает работать, то есть именно, да, он работать-то начинает практически, там, не знаю, на 120, может быть, уже, но, там, понимаешь, все говорят, что, там, половину пути, там, он тебе сокращает, херня, испытания проводили, на 360 килограммах, он гнется на 2,75 дюйма, это где-то ближе к 6 сантиметрам, ну, даже к 7, ну, к 6 точно, вот, а обычный гриф, вот, IPF-овский, сейчас, который есть, они есть дубовые, абсолютно, а есть такие помягче, причем, у них как-то, вот, у них же не совсем стандартизирован, у них нет, тоже требования по тому, какой гнучести он должен быть, есть по размерам, по насечкам, по толщине, поэтому, есть те, которые погибче, они гнутся на 4, то есть, в общем, не так сильно разница, да, у меня видео есть, где замеры, сделанные, тяжелоатлетического грифа, Оки-бар, это, как раз, Крейн, и Техас, вот, Техас и Оки гнутся одинаково, тяжелоатлетический гнется, где-то на, прикольные такие видюшки, 4,5, чтобы их объединить, и показать сразу одновременно, кто сколько гнется, вот так было прикольно, наглядное видение, ну да, чтобы эти мифы просто разрушить, не, ну, гнется же все равно гнется, то есть, потому что, вот этот ром, это движение, на срыве, оно, конечно, позволяет в оптимальную позицию встать, но, по большому счету, тот, кто владеет хорошо техникой подъема, он изначально встает в идеальное положение, а потом уже вопрос только того, что, если вспомнить, там, того же Костю Поздеева, первые подходы его на тягу, с таким грифом, они были неудачные, потому что он вставал в свои идеальные углы, а без учета этой гибкости, его получалось, он вытягивал очень легко, и его назад валил, потому что он срабатывал, то есть тоже специфика техники, здесь натяжку надо, да, то есть срыв должен быть аккуратный, кстати, у Малана, он тогда в Австралии, из-за этого были проблемы, вот, ну, видишь, сейчас потихоньку научается, он должен, пишут, знаешь, его пригласили, но Андрюха, сейчас только-только-только начинает возвращаться, вроде как он залечил свои болячки, у него целая серия семинаров, вот он сейчас улетел, я думаю, что потихоньку начнет готовиться, я думаю, на осень он где-то, на октябрь-ноябрь, как раз будет у него пиковать будет, скорее всего. Семинары, кстати, мы тоже сейчас этим занимаемся, да, сейчас в Израиле, потом скажем, где что будет, для информации, ну, хорошо, очень интересно, тему будем поднимать, ему разуму учить, ребят, как же вы без рук, с худыми руками, столько жмете, как же вы вообще, кто вы, да, с худыми руками, и как вы еще с кубиками, да, там ходите, там, не в мэнс физике, или там податься хотите, может выступишь? Это у Филиппа Брюера, в свое время, когда он в Москву приезжал, по поводу худых рук, он же такой, достаточно атлетичный, тоже мясной, вот, это, у него Кравцов, говорит, спроси у него, что ж они жрут-то с такими предплечьями, я им говорю, что вы жрете с такими предплечьями, он говорит, ну, кое-что, 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 вот вы про кое-что будете рассказывать, что ли, или вы все-таки про тренировки будете рассказывать, потому что там это табу, это табуированная тема, и даже если они знают, что они там себе, там, из 700-граммовой банки колят для животных препараты, а ты не знал, что ли, в Австралии так, надо как я, натурал, протеинчиками, на кислотке, и все это колоть, и все это колоть, что у тебя гормон роста только на бороду хорошо влияет, Нет, ты знаешь, блин, по поводу гормона роста, вот после 28, если бы у меня был выход на качественный, я бы, блин, избежал бы большое количество травм, на самом деле, вот именно, А я думал, вырос бы сантиметров на осень, Это детская история, больная тема для рыбы, он мне рассказывал просто в детстве. Под дождиком до сих пор гуляю, ни хрена что-то не растет. Даже грибы не лезут. Ну, гармошка, конечно, чудо, я вот в прошлом году, когда готовился на ВЛС, я за два месяца думал отказаться, что, бля, плечи просто адски начали болеться, но вот тогда мы приехали, в Москву с Артуром, на соревнованиях, да, мы ездили куда-то, и вот мы тогда, Дмитров, например, рассказал мне про этот гармошку, мы поехали, все это разузнали, я его начал пробовать, и, блин, нафиг. Ну, есть спортсмены, которые уже, там, несколько, можно сказать, уже десятилетий не слезают, и говорят, что и это хорошо. Так смотри, после 25 лет начинает, гормон роста, с каждым годом начинает уменьшаться, то есть к 35, он уже на 50% меньше выработал, чем вырабатывается, чем в 25 лет. Вырабатывается он ночью. А по их за это... Кстати, по этому поводу, про вырабатываться ночью, есть человек, который отсидел в Америке за разработку хитрых всяких препаратов, он сейчас является нештатным консультантом сборных олимпийских команд. У него своя компания, да, он сказал, что он теперь не будет, его лаборатория не будет больше заниматься синтетическими гормональными препаратами, он делает негормональные. Из них вот самый знаменитый это габа. Все олимпийцы, оказывается, живут габу, потому что она как раз в фазе сна очень сильно идентифицирует выброс гормона роста. Да, это новый уровень. Они там вообще, у них очень интересно все, дело в том, что сборники тестируются сторонними лабораториями, и никто никогда не видит, какие результаты этих тестов. Их не показывают. Вот я переписывался с Гастоном Паражем, допустим, и задал ему вопрос, а почему вот у России там, грубо говоря, в год там 380 проб, а у США 18? Потом 47 стало. Причем эти 47, сейчас там еще чуть-чуть побольше, они идут только на международных стартах. А остальное время, он говорит, они тестируются у себя. Я говорю, а почему это у вас не учтено? Он говорит, если это не тестируется ВАДА, значит, это мы не учитываем. А какие там были результаты, нас не волнует. А у нас нет таких лабораторий, чтобы наши так все могли позволить. Поэтому... Надо открыть. Вот. Ну, интересно. И у них очень сильная научная поддержка. У них просто... Каждый институт имеет свои команды, у каждого института свои лаборатории. Они там, что они там разрабатывают, что они применяют. Вот вы все сидите, там, гормон роста, еще что-то. Духом сильные. А у них, а у них там уже что-то совсем другое. Другое, другое, но что-то они, блин, нас пока еще так сильно не запугают даже. Ну ладно, я же тебе говорю про чемпионат мира. Все женские категории. Сейчас мужские категории там утяжей, я думаю. Опять сам. Когда вновь будет? В воскресенье, да, вроде? Да. Ты успеешь? Да. Я завтра, наверное, крышу. О, давай. Смотрю. Одену ВРП в Беларусь и пойду гулять. Сара Чифтин. Вот, ИПФ. Можно сфоткаться. Покажи, тут имена, да, всяк написано? Ну, не всех, но... Кстати, давай об имена. Там кого-то найти? Нет. Видите? Я, кстати, видел, я, честно говоря, думал, что это какой-то узорчик. Я тоже. Тоже, да. Там имена про... Но это идея классная. Да, клево. Прикольно. Можно читать. Да. Я долго свою фамилию искал. Нашел? Нет. Ну, ты в следующий пойдешь. В следующий, да, партию. Тебя в подмышки напишут. Что, потом и крови. Ну что, погнали? Да. Давайте, ребят, рад был видеть. Взаимно. До встречи. Давай, Ром. Счастливо. Заезжайте, если что. Добрый день.